С 1 октября 2024 года в России повысится ставка утилизационного сбора на легковые автомобили на 70-85%. Также ежегодно до 2030 года утилизбор будут индексировать на 10-20%. Минпромторг сообщает, что рост ставки утилизационного сбора рассматривается только в отношении тех видов техники, серийное производство которых освоено в России и Белоруссии и может в достаточной мере обеспечивать запросы внутреннего рынка. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому управляющим компаниям запрещено проводить шумные работы с 10 часов вечера до 8 утра. Речь идет о запрете на уборку снега, покоса травы с помощью шумных устройств и вывозе мусора. В России планируют запустить сверхбыстрый спутниковый интернет. Он будет доступен на самолетах, в поездах, в личном автомобиле или на даче. Предоставлять такой интернет будут операторы новых спутниковых систем на негеостационарных орбитах. Концерн «АвтоВАЗ» начал переговоры с китайским производителем «Хавал» о поставке двигателей. По словам экспертов, первой моделью, которая получит турбомотор от «Хавал», может стать пока не анонсированный кроссовер на базе «Ладовеста», который поступит в продажу в начале 2026 года. Телефонные мошенники придумали новую схему. Теперь они обзванивают людей, представляясь сотрудниками коммунальных служб и энергокомпаний, и выманивают код для доступа к госуслугам, обещая перерасчет платежей за ЖКУ или скидку на их оплату. Получив доступ к личному кабинету жертвы, мошенники берут от ее имени кредиты и выводят деньги. По таким эпизодам возбуждены десятки дел, а ущерб исчисляется.